АЛТАЙСКОГО КРАЯ В Степном озере Благовещенского района пешеходы сфотографировали разрушенную тротуарную плитку. Судя по следам, предполагают жители, виновник злодеяния – грузовик. С одной стороны, рассуждают о ней, виноват водитель, с другой – строители тротуара. Ведь что это за технология укладки, после которой плитку можно запросто выдрать из земли? Восстанавливать тротуар придется, конечно, за счет поселкового бюджета. Но население интересует уже другой вопрос – а стоит ли с таким качеством? В Калманском районе к селам стали близко подходить дикие животные – лоси, лисы, косули. Зимой ситуацией воспользовался один из охотников. Он выстрелил в косулю, стал преследовать раненого зверя, а затем, чтобы остановить ее, наехал на животное снегоходом. Сейчас на мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит штраф в размере 100 тысяч рублей, он может лишиться охотничьего билета и оружия. Серьезные меры лишь потому, что жестокую погоню сняли на камеру местные рыбаки. А сколько таких же преступлений остаются никем не замеченными? Риторические вопросы читатели газеты в Смениногорске – как назвать общество, в котором царствует такой цинизм? Речь идет о работе компаний по захоронению умерших. Весной стало видно качество их трудов. Вместо зарытых могил – зияющие дыры. Для вида гробы чуть-чуть присыпали землей. Судя по количеству бессовестно брошенных могил, для рабочих компаний такой цинизм уже норма. А следующую подборку интересных новостей из районов края ждите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин